Молитву Отче Наш Чтобы произносить это обращение, надо как минимум искренне верить в Бога. Если такой веры нет, вас не услышат. Далее, «Досветится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле». Этим мы славим Господа, зовем Его на помощь и утверждаем, что Его воля доминирует, и это очень важно понять. Мы ей должны, безусловно, подчиняться в таком случае. А на деле мы постоянно эту волю нарушаем. Далее, «Хлеб наш насущный, дай нам на сегодня». Здесь каждый просит что-то свое. А ведь правильно понимать это как? «Я хлеб живый, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек». Это фраза Христа из Библии. Далее, «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Люди не часто прощают своих обидчиков. В результате, по указанной выше формуле, и Господь не прощает нас. Вина, неискупленная, нарастает в результате, что и является причиной роста людских бед. «И отведи от искушения, но избавь нас от лукавого». Этим мы просим помощи устоять против соблазнов и защиты от бесов. При этом своим поведением часто их и плодим. А мы ведь не понимаем в данном случае сути молитвы. Бездумно, хоть и благовейно, произносим заученные фразы и ждем при этом помощи. А она придет только к человеку, который сердцем слышит призыв Спасителя. «Я путь, я истина, я жизнь». И реально делает все, чтобы следовать этой дороге нравственных законов. И еще раз повторю, без духовной веры и духовного движения, помощи серьезной не ждите. Без смирения не будет списания грехов. И тогда страданий будут только множиться. Для начала вам нужно определиться с понятием искренней веры. И что вы хотите от Господа в молитве. И какую духовную цель вы перед собой ставите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!